Я могу сказать то, что я поддерживаю отчасти Киселёву. И мы, вот я слышу, за некоторым исключением, беспрерывно такой маргинальный местечковый, даже не местечковый, домовые хуторянские убеждения о том, что депутат должен настаивать интересы округа. Да супер! Вот давайте представим, что у нас есть классный депутат, который в вашем доме лично сделал всё, включая золотые унитазы. Но это всё сделано за счёт того, что не выделено вообще никаких денег на систему образования, на водоканал и так далее. У вас просто в золотом унитазе не будет воды. Поэтому, когда депутат занимается только своим округом, в этом и есть проблема Николаева. Потому что жителям Николаева, с их культурой, уровнем культуры, не нужен парк красивый. Им не нужно хороший газон на Соборный парк Победы. Им нужно кусок палка колбасы у себя дома, личные окна у себя дома, гречка у себя дома. И маленький закрытый дворик с качелькой для своего ребёнка. На всё остальное он выйдет из-за порога, у него будет по колено фекалии, и Николаевцы это примут. Депутаты должны заниматься, в первую очередь, не проблемами своего маленького микрорайона. Они должны заниматься городом, как живым организмом в целом. Невозможно, чтобы Заводский район прекрасно жил, а три остальных района не жили. Невозможно построить систему поставки воды в отдельно взятом доме. Это должна быть система городская. Невозможно завести инвестиции, создать рабочие места на микрорайоне Сухой Фонтан. Это должна быть городская программа. И депутаты, депутатский корпус должен заниматься развитием города в целом. Потому что если он крутит вентили, это означает, что он выполняет свою работу. Потому что в первую очередь, он должен вместе с партией добиться увольнения директора водоканала.